МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Ближайшие 20 минут о самых заметных событиях дня. В эфире новости телекомпании ТВИН в студии Галины Смирновой. И вот некоторые темы этого выпуска. Праздник отметили ударным трудом. Ко дню металлурга на ММК введены в эксплуатацию новые производственные мощности. Скверы, памятник, новый дом. Город принимает дорогие подарки ко дню рождения. Магнитоборский автолист для автовазовских новинок. На ММК концерн «Лада» организовал экспозицию своей лучшей продукции. А сейчас об этих и других событиях более подробно. В воскресенье, 17 июля, в России будет отмечаться День металлурга. В Магнитоборске праздничные мероприятия начались задолго до этой даты и будут продолжаться после. И все же главные торжества по традиции проходят в эту пятницу. Уже несколько лет подряд вместе с профессиональным праздником металлургов отмечается и День рождения города. Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества Магнитогорский металлургический комбинат Виктор Рашников поздравил земляков с праздниками. Уважаемые работники и ветераны Магнитогорского металлургического комбината и обществ группы ОАО ММК. От души поздравляю вас с нашим общим профессиональным праздником – Днем металлурга. Для Магнитогорска, города нескольких поколений металлургов, эта дата исторически занимает особое место в календаре. День металлурга объединяет абсолютно всех, благодаря кому рождается металл-магнитке. Он одинаково торжественен и для тех, кто отвечает за добычу и подготовку сырья, и для тех, кому доверены выпуск и переработка металлопроката высоких переделов. Говорится в поздравлении. Примите искренние слова благодарности за ваше мастерство и преданность профессии. Мира, стабильности, оптимизма и благополучия вам, вашим родным и близким. Это уже многолетняя традиция, когда в канун главного городского праздника – Дня металлурга – запускаются в строй промышленные и социальные объекты. Не стал исключением и нынешний год. К сдаче в эксплуатацию готово сразу несколько объектов промплощадки, способных существенно оптимизировать производственный процесс. Рассказывает Александр Власюк. Ко дню металлурга в агломерационном цехе горнообогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината вошла в строй еще одна поглотительная система сероулавливающей установки номер 2. Это очередной шаг к улучшению экологической обстановки. Для Магнитогорского металлургического комбината реализация мероприятий по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух является приоритетной задачей природоохранной деятельности. За последние 25 лет валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились в 3,7 раза. Одним из наиболее важных направлений по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является реализация мероприятий по реконструкции сероулавливающих установок аглоцеха, выбросы которого составляют более половины от валовых выбросов Магнитогорского металлургического комбината. В текущем периоде, поскольку всю нашу цепочку, которая делает готовую продукцию, все наши прокатные мощности мы существенно обновили, мы сейчас самые лучшие, мы сейчас самые развитые, мы сейчас самые современные. Сейчас мы ориентируемся на нашу эффективность, по сути дела на первый передел, там где возникает, там где формируется основная себестоимость. Поэтому наши ближайшие крупные инвестиционные проекты это агломерационное производство, аглофабрика, это коксохимическое производство, коксовая батарея и доменный цех. Ко дню Металлурга после капитального ремонта открыт сквер имени 50-летия Магнитогорского металлургического комбината, расположенный между правобережным дворцом культуры металлургов имени Сергуар Джинькидзе и легкоатлетическим манежем. Построенный 34 года назад, сквер долгое время был одним из знаковых украшений Магнитогорска. Комплекс фонтанов, малые архитектурные формы, дорожки, лавочки, живая изгородь. Горожане здесь назначали свидания, гуляли с детьми, отдыхали. С тех пор сквер капитально не ремонтировался, пришел в запустение. По просьбе городских властей, председатель Совета директоров открытого акционерного общества Магнитогорский металлургический комбинат Виктор Рашников принял решение выделить около 15 миллионов рублей на ремонт и благоустройство сквера. В 142-м А микрорайоне Магнитогорска состоялась торжественная сдача еще одного многоквартирного жилого дома, построенного для работников группы открытого акционерного общества Магнитогорский металлургический комбинат в рамках долгосрочной жилищной программы «Доступное жилье металлургам-магнитке». Спуском этого дома, приуроченного к профессиональному празднику металлургов, завершено строительство архитектурного комплекса 142-го А микрорайона. У нас с вами праздники, день города, день металлурга, а к праздникам принято дарить подарки. И мы сегодня, по сути дела, проехали по череде таких подарков, были на самом чистом подарке, запустили серлавующую установку, проехали через самый красивый подарок, сквер «50 лет ММК». И вот сейчас мы пришли к самому уютному подарку. В этом доме на работе приятно жить, территория благоустроенная, так посмотришь и свежий воздух. Я думаю, что здесь ваши семьи будут счастливы. Машину поставить есть где, детская площадка, трава, кусты посадили. Главное – сохранить все это и всем, 216 семьям, жить дружно. Новоселы, получайте ключи и осваивайте свои замечательные квадратные метры. С праздником! Главный показатель культуры, который может быть в стране, а этот вопрос мне ближе всего, это когда человек труда, достойно живет, достойно отдыхает и уверен в будущем своей семьи. Квартиры в новом девятиэтажном кирпичном жилом доме по программе «Доступное жилье металлургам магнитки» получили 216 семей. Программа предусматривает льготную систему рассрочки, небольшой первоначальный взнос. Кроме того, ежегодно несколько молодых семейных работников, отобранных по итогам конкурсов профессионального мастерства и научно-технических конференций получают субсидию на оплату первоначального взноса. Помимо высокой степени комфортности и качества отделки квартир, дома, построенные жилищно-инвестиционным фондом «Ключ», отличаются высоким уровнем благоустройства, прилегающей к ним территории. В день торжеств, посвященных профессиональному празднику металлургов, Магнитогорск с рабочим визитом посетила делегация ОАО «АвтоВАЗ» во главе с президентом компании Николем Мором. Автопроизводители не только провели деловые встречи с руководством Магнитогорского металлургического комбината, но и приняли участие в праздничных мероприятиях. Визит господина Мора в Магнитогорск был приурочен к празднованию Дня Металлурга. Специально к этой дате «Лада» организовала на территории комбината экспозицию продукции. На ней были представлены различные модели автомобилей, для производства которых используется Магнитогорский автолист. В их числе – новейшие модели «Лада Веста» и «Лада Икс Рей», для которых ММК с 2015 года ведет опыт на промышленные и промышленные поставки холоднокатанного и горячо оцинкованного рулонного проката из высокопрочных марок стали для внешних и внутренних деталей. Магнитогорский металлургический комбинат – уже давний традиционный партнер автоваза по производству металла для автомобилей «Лада». Автомобили «Веста Икс Рей» практически на 100% изготовлены из стали, поставляемой Магнитогорским металлургическим комбинатом. Доля стали в остальных машинах, она также доминирующая. И мы, конечно, гордимся иметь такого поставщика качественной стали для нашей продукции. Гости из Тольятти ознакомились с производством Магнитогорского металлургического комбината. В первую очередь, их интересовало производство автомобильного листа. Кроме того, они приняли участие во всех праздничных мероприятиях, посвященных Дню Города и Дню Металлурга. В канун Дня Металлурга на литейном участке Магнитогорского завода прокатных волков, который является предприятием группы Магнитогорского металлургического комбината, введены в эксплуатацию две среднечастотные тигельные индукционные печные установки. Они позволят не только увеличить производительность, получить новые виды продукции, но и снизить себестоимость, улучшить экологические показатели производства, рассказывает Александр Власюк. Нынешний пуск двух среднечастотных тигельных индукционных печей осуществлен в рамках очередного этапа программы перспективного развития Магнитогорского завода прокатных волков, рассчитанной до 2022 года. Эта вторая очередь, первая, также в составе двух печей, была пущена в прошлом году ко Дню Металлурга. Таким образом, современный, работающий по европейским технологиям, завод полностью обновил это важнейшее производственное звено на самые современные и совершенные агрегаты. Германские печи Отто Юнкер экономичны, производительные, позволяют получать сложно легированные сплавы и сокращают выбросы в два с половиной раза. Четыре печи разной емкости позволяют оптимально планировать загрузку в зависимости от заказов. Глава города Виталий Бахметев, участвовавший в создании этого производства, считает, что и этот этап в развитии завода не завершающий. Надо дальше двигаться по замене станочного парка, а там серьезные инвестиции. Надо дальше двигаться в части удешевления технологий, а сегодняшний пуск оборудования позволяет удешевлять технологию выплавки чугуна. Так что здесь проект не будет завершен никогда. Он постоянно должен быть в движении. История Магнитогорского завода прокатных волков началась в 1996 году, но как современное предприятие с именем и репутацией он состоялся в 2004 году. Руководители Магнитогорского металлургического комбината и славянской фирмы «Вальи Групп» Виктор Рашников и Иван Штликар подписали соглашение о создании предприятия по производству литых прокатных волков. Славянские партнеры были привлечены к модернизации действующей технологии отливки волков, в частности для внедрения технологии центробежного литья, уникальной для России. Сегодня волковый парк чистовых клетей основных горячих прокатных цехов комбината 10-й, 4-й листопрокатной сортовой полностью укомплетован волками Магнитогорского завода прокатных волков, эксплуатационная стойкость которых соответствует европейскому уровню. Созданный как предприятие комбината и для его обеспечения, завод часть своей продукции продает сторонним потребителям, уверенно завоевывая высокую репутацию на высококонкурентном рынке. Перспектива рынка, ну на сегодняшний день мы, значит, на сегодняшний день уже вышли на внешний рынок с поставкой 25% от общего объема поставок, то есть нишу постепенно занимаем, занимаемся интенсивно импортозамещением, то есть вытесняем наших конкурентов западных, в первую очередь китайских. Поэтому здесь, заходя на рынок, конечно, нужно предлагать новые материалы, новые виды продукции. Значение и перспективу завода в группе компаний Магнитогорского металлургического комбината определяет утвержденная программа развития до 2022 года, одним из итогов которой стали пущенные накануне Дня Металлурга 2016 года среднечастотные тигельные индукционные печные установки. Проект этот и сам завод, он необходим для комбината, и в честь преддверия Дня Металлургов хочу еще раз поздравить и коллектив МЗПВ, и коллектив всего Магнитогорского металлургического комбината с праздником. И это не единственный объект, который будет открываться в День Металлург, как всегда. Поэтому комбинат продолжает обновляться, продолжает жить развитием, и я думаю, все будет у нас хорошо. Не сомневаются в успехе совместно сделанного проекта и немецкие партнеры. Представители фирмы Отто Юнкер приготовили к церемонии пуска печей подарок, отлитая из чугуна статуэтка святой Барбары. Небесная покровительница помогает нашим германским коллегам в делах, и теперь, будем надеяться, окажет поддержку и нам. Продолжаем программу. По уже сложившейся традиции, первыми День города и День Металлурга отметили ветераны-магнитки. Большой праздничный концерт, прошедший в Ледовом дворце арена Металлург, собрал лучших представителей разных профессий. Металлурги, строители, врачи, хлебопашцы. Здесь встретились те, кто отдал родным предприятиям, учреждениям и организациям лучшие годы своей жизни, прославив наш город своим трудом. Как встретили праздник представители старшего поколения магнитки в материале Татьяны Артеменко. На площади перед Ариной Металлург царит праздничное настроение. На празднование Дня города, Дня Металлурга, гости съезжаются отовсюду. Самая заметная делегация из Кизельского и Агаповского районов. Магнитки они поставляют экологически чистую сельхозпродукцию, а город им рабочие места. По статистике, около 20% трудоспособного населения Агаповского района занято на промышленных предприятиях ММК. И с каждым годом этот процент становится все больше. Строится у нас еще Морцевская печка. Третий комбинат принял решение, что необходимо. Больше звездки требуется. И нужна еще одна печь. И дополнительные рабочие места, конечно, будут. На импровизированном митинге, который проходит тут же, гость из Челябинска генерал-лейтенант Анатолий Сурков признается, таким крепким связям магнитки с селом можно позавидовать. Это значит, что голодным город не будет. Магнитогорцы, говорит гость, люди особенные. Никогда не устаю восхищаться магнитогорским людьми, магнитогорским характером. Это характер такой лидеров. О каждом можно писать очерк, роман, песни, стихи. О каждом. Это легендарные люди. Как ковался этот характер и чего стоило поднять магнитку, бывшему директору ММК Леониду Родикевичу известно лучше всех. Он до сих пор не может забыть, как первая партия металла, поставленная в начале 70-х на Волжский автомобильный завод, при проведении экспертизы, не дотянула до уровня зарубежной металлопродукции. Вот сейчас, недавно, этим летом, было ежегодное совещание на автовазе, и как раз генеральный директор магнитогорского комбината ездил туда тоже с партией металла нового, и сказали, что он ни в чем не уступает современному мировому уровню. Все это вызывает чувство гордости, признается бывший директор по строительству Фаик Мухамедзянов, и за предприятие, и за новую смену его руководителей, которая смогла вывести комбинат на мировой уровень. Пережив масштабную реконструкцию, магнитогорский металлургический комбинат по праву стал локомотивом экономики всей области. Однако, без самоотверженного труда многих поколений металлургов, уверены нынешние руководители, комбинату добиться этих результатов было бы невозможно. В разные годы более 20 тысяч ветеранов ММК были отмечены высокими правительственными наградами. В этот вечер в их адрес прозвучали самые сердечные слова поздравлений. С особой благодарностью хочу обратиться к ветеранам металлурговым. Вы дали этому городу славу. Славу в российском масштабе, славу в мировом масштабе. Уважаемые ветераны, низкий вам поклон, а все горожан, за то, что вы сделали для нашего поколения. Мы перед вами в неоплаченном долгу. С праздника вас! С Днем Города! С Днем Металлурга! Слова благодарности в адрес ветеранов в этот вечер прозвучали от председателя городского собрания депутатов Александра Морозова, председателя правкома ММК Александра Дерюнова, председателя совета ветеранов ММК Александра Титова, а также от почетной гости члена президиума совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству Елены Импульской. Она отметила, что вместе с комбинатом растет и развивается город. Это говорит о том, что в магнитке с полной самоотдачей умеют работать представители разных профессий. Закончилась встреча выступлением лучших творческих коллективов Дворцов культуры Металлургов. Свои номера они посвятили российскому кино, признавшись посредством кинематографа в любви родному городу. Татьяна Артеменко, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН. Необычная скульптура в необычное время была открыта в обыкновенном городском сквере. Причем у строителей хранили интригу до заката солнца. Лишь когда стемнело, стало понятно, зачем. Памятник русскому поэту Михаилу Лермонтову, установленный в сквере мира, светится изнутри, создавая совершенно ошеломляющий светографический образ. Игорь Бурьянов побывал на церемонии открытия. В городском саду играет духовой оркестр. Эти кадры вполне могли сойти за постановочную винтажную кинохронику, если бы не были реальным событием в Магнитогорске в 21 веке. Еще на скульптурных композициях висят интригующие полотна. Еще никто не знает главного секрета памятника, а праздник уже начался. На удивление много народу, молодые, пожилые, целыми семьями, с друзьями и знакомыми, пришли посмотреть на то, что никогда не принесет никакой материальной выгоды. Но останется в памяти потомков на гораздо больший срок, чем, извините за выражение, временные объекты уличной торговли. Дамы в кринолинах и кавалеры во фраках усиливают скачок во времени в сторону ностальгически светлого прошлого. Где совсем еще юный русский офицер Серцее Дуэлянт из Абияка словом гений пишет размашистым почерком то, что потом изрядно подпортит школьные программы по литературе. Пишет русскую поэзию, а значит пишет русскую историю. На севере диком стоит одиноко, на голой вершине сосна. И дремлет качаясь, и снегом сыпучим одета, как ризой она. Тем временем смеркалось, и с первыми звездами начались приветственные речи. Конечно, глава города Виталий Бахметев слегка лукавит, говоря о том, что он сам не знает, что под белым покрывалом. Однако несказанно рад, что помимо пусковых, промышленных и социальных объектов, коих в этот день металлурга традиционно сдается немало, в городе новую жизнь получают скверы и парки, которые, собственно, и делают из набора помещений для ночлега город, как удобное и безопасное место для жизни. Каждый год мы будем переоборудовать, перевоплощать наши скверы в городе Годогорске, создавать какую-то тему для того, чтобы жители, дети, внуки видели, что в городе в этой части много вкладывается и делается приступ для нас, не для президента, не для премьер-министра, а для нас, для жителей. Мы это делаем для себя. Символики в действие добавляла и присутствие на церемонии члена президентского совета по культуре и искусству главного редактора газеты «Культура» Елены Ямпольской, несказанно удивленной, кстати, тем, как в нашем городе относятся к культурному наследию. Два слова о тех, кто памятник делал. И здесь тоже уместно слово «уникальный». Вообще всю реконструкцию сквера взяла на себя Саткинская группа компании «Магнезит», с которыми у комбината и Магнитогорска давние деловые и дружеские связи. Сама композиция придумана и разработана московским скульптором в пятом поколении, заслуженным художником России Иваном Коржовым. Главный вопрос обывателя, почему, собственно, Лермонтов, остался без ответа даже после торжественной церемонии. Ответ, наверное, каждый придумывает свой. Игорь Гурьянов, Владислав Гусев, телекомпания ТВ. Цеху ремонта металлургических печей 80 лет. Он был создан в первые годы работы Магнитогорского металлургического комбината и внес весомый вклад в развитие столеплавильного производства. Сегодня цех работает в составе объединенной сервисной компании. Рассказывает Александр Власюк. 16 июля 1936 года директор Завинягин подписал приказ номер 260 о создании цеха по ремонту промышленных печей. Уже на этапе создания и формирования участков была поставлена задача сделать цех универсальным ремонтно-строительным подразделением. Уже в первые годы работы цех ремонта промышленных печей Магнитогорского металлургического комбината прославился на всю страну, установив в 1938 году всесоюзные рекорды среднего и капитального ремонта почти вдвое опередив план. Кроме ремонта, в цех еще в предвоенные годы активно участвует и в новом промышленном строительстве. При его участии во время войны построены две доменные печи, пять мартеновских прокатные станы. Мартеновская печь номер 19 была полностью построена коллективом цеха промышленных печей и запущена в работу в начале 1942 года. То есть уже в первое десятилетие своей истории цех стал мощным предприятием промышленного строительства и на долгие годы заложил традиции, главной из которых является то, что для коллектива нет невыполнимых задач. Коллектив боеспособный, то есть в армии кто служил, есть такое понятие подразделение постоянной боеготовности. То есть на сегодняшний день, то есть работа охвачена на комбинате в круглые сутки, в любой момент деавария, то есть народ всегда есть, люди есть, ни в чем не отказывают. Да, то есть до безрассудства не доходит, охрана труда у нас на первом месте, обеспечиваем условия и, соответственно, какие-то горячие ремонты, которые необходимо выполнить, коллектив выполняет. Своё нынешнее название цех приобрёл в 1973 году. Цех ремонта металлургических печей связанно это было с развитием комбината, ростом объёмов производства, а значит и объёмов работ по обслуживанию и ремонту. И на всех этапах большого промышленного строительства в достижении рекордных объёмов производства вклад цеха ремонта металлургических печей был весомым и значительным. После завершения эпохи мартеновских печей, в связи с переходом на новую конвертерную технологию выплавки стали, цех стал расширять функционал, осваивать новые технологии и с течением времени стал предприятием, работающим по всем металлургическим переделам. Сегодня цех ремонта металлургических печей работает в составе крупнейшего ремонтно-строительного подразделения региона, объединённой сервисной компанией Маминтогорского металлургического комбината. И это создаёт новые условия для координации и взаимодействия вошедших в его состав подразделений технологические преимущества, и что тоже немаловажно гарантирует людям, выполняющим тяжёлую работу, не только стабильный заработок, но и надёжные социальные гарантии. В новом веке и в новых условиях у цеха ремонта металлургических печей хорошая перспектива и надёжная основа для продолжения большой истории. В составе объединённой сервисной компании цех востребован на всех объектах Маминтогорского металлургического комбината, где есть печи и горячий процесс. А это не только доменный, конверторный, электростареплавильный цехи. Это прокатное производство, завод прокатных волков, механо-ремонтный комплекс, тементно-огнеупорные и стекольные заводы. Всем им нужен цех по ремонту металлургических печей и его люди, которые крепче камня, что защищает металлургические печи от огня и горячего металла. К другим темам. Левый берег в связи с аварийно-восстановительными работами на Корадырском водоводе может остаться без воды. Об этом, а также о состоянии городского хозяйства накануне Дня города и Дня металлурга шла речь на очередном аппаратном совещании в городской администрации. Муниципальное предприятие «Треслодоканал» информирует жителей нашего города, что в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе, так называемой НИТКБ, которая проходит по промышленной площадке ОАО ММК, возможно ухудшение качества воды в поселке Корадырском и возможно отсутствие даже подачи воды в данном населенном пункте, а также ухудшение качества питьевой воды в левобережной части города Магнитогорска. Для жителей Левобережья мы сообщаем, что все вопросы по качеству питьевой воды, по ее отключению временному, а также по доставке питьевой воды автосистернами муниципального предприятия «Треслодоканал» следует обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по контактному телефону 23 25 25. В целом аппаратное совещание в городской администрации было посвящено традиционным вопросам о работе городского пассажирского транспорта и наведению порядка на улицах Магнитогорска. В завершении совещания глава города Виталий Бахмитев поздравил присутствующих чиновников и всех горожан с объединенным праздником Днем города и Днем Металлурга и выразил уверенность, что сегодняшние торжества пройдут еще лучше, чем в предыдущие годы. 18 сентября в единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы. Магнитогорцам предстоит определиться с кандидатурой своего представителя в Нижней Палате Парламента, а также высказать свои предпочтения относительно политических партий, претендующих на места в Думе. Кроме того, в нашем городе пройдут дополнительные выборы в 12-м избирательном округе, которые после перехода депутата Владимира Дремова в Законодательное собрание области пока остаются без депутатского надзора. На очередном заседании городской избирательной комиссии журналистам рассказали о том, как идет подготовка к выборам в Государственную Думу страны. Члены избиркома заверили, все проходит организованно и без эксцессов. Особо была отмечена и ситуация с дополнительными выборами в 12-м городском округе. Прежний депутат Владимир Дремов сейчас является членом Законодательного собрания области, поэтому его место в городском собрании оказалось вакантным. По состоянию на 15 июля, последний день регистрации, свои кандидатуры на соискание должности выдвинули 4 человека. Три самовыдвиженца и один представитель партии власти. Зарегистрировавшись, они получили официальное право вести агитацию в свою пользу. Тем временем члены комиссии будут проверять поданные кандидатами данные о доходах и расходах гражданстве и имеющихся в личном владении недвижимом имуществе и транспорте. Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете на нашем сайте tv-deficin.ru. О самых заметных событиях уходящей семидневки вам расскажет Игорь Гурьянов. Программа «Время местное. События недели» выйдет в эфир в субботу в 16.25 и в воскресенье в 15.50. Впереди вас ждут коммерческая информация, а также прогноз погоды на 16 июля. Всего вам доброго и до встречи. Спонсор программы «Открытое акционерное общество» Магнитогорский металлургический комбинат По данным интернет-портала rp5.ru завтра, 16 июля, в городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-7 метров в секунду. Отдельные порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 19, плюс 16 градусов. Днем 23-25 градусов тепла. Прогнозируется низкое атмосферное давление – 722 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова